Всем привет! С вами Лена из Кипима. Вот я покрасила волосы, седина не закрасилась, но зато остальные осветлились. Поэтому вот такая вот я теперь у нас блондинка. Блондинка, 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 как в юности. На самом деле, почему я крашусь блондинку, потому что я, как и моя дочь, с рождения были блондинками. Когда я начала взрослеть, у меня почему-то волосы стали сначала русыми, а потом перешли в раздел темно-русых. А когда на темно-русых волосах... Причем они у меня были русыми, 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 а темно-русыми они становятся тогда, когда у меня пошла седина. И вот это сочетание темно-русого с сединой мне не нравится. Поэтому я крашусь в свой родной цвет. Когда у меня Ленка была маленькая, я привела ее однажды в парикмахерскую и говорю, пожалуйста, покрасьте меня в цвет моего ребенка, потому что это мой родной цвет, я в детстве была такая же. Мне сказали, что в натуральный блонд покрасить невозможно, натуральная блондинка – это натуральная блондинка. Но на самом деле вот эта вот дешевая краска, которой я пользуюсь и которая не дает закрашивания седины, у меня получается седина холодный оттенок, а то, во что я крашусь, у меня теплый оттенок. И в сочетании вместе, как ни странно, они дают достаточно натуральный цвет. То есть у меня получается на голове неоднородная такая выжженная мочалка, а так как краска слабенькая, то волосы она портит, но не сильно. Вот, крашу я от корней и крашу, когда они отрастают вот, ну, намного. Крашу вручную сама, поэтому, как вы понимаете, покраска получается неравномерная, что тоже свойственно естественному цвету волос, потому что у меня, допустим, при естественном цвете волос вот здесь, вот тут, у меня просто находится такое вот перо, как покрашенная прядь собственных седых волос. Она прямо вот так вот отдельной прядью идет. Поэтому так, что я теперь блондинка с милированием. То есть я теперь делаю вид, что блонд у меня натуральный, а седина – это милирование, которое я нанесла самостоятельно. Причем вот моего же цвета очень часто добиваются женщины красить в два цвета. То есть сейчас модным является покраска в два цвета, в теплый и в холодный. Ну так вот холодный у меня естественный. А, и еще одно из двух. Или я похудела, или у меня растянулись вещи. В похудение я не особо верю. Вот. Потому что при худении у меня как бы и грудь становится меньше, а она у меня по-прежнему это… Здравствуйте, шестой размер, да? То есть давит грудь подоконник. То есть и так как при похудении грудь уменьшается, то я сомневаюсь в том, что я похудела. Я подозреваю, что у меня вещи растянулись. Но на покупку новых вещей у меня денег нет, поэтому буду считать, что это у меня свободное облигание. Хотя я всегда ношу вещи в облипочку. То есть вот это свободное облигание, я всегда называю это висит. Вот это вот. Я вот это называю висит, и я это не люблю. Но либо вещи растянулись, либо я похудела. Поэтому у меня теперь свободное облигание. Выхожу из дома. У нас немножко уменьшился сезон дождей. Ну, как уменьшился? Уменьшилась интенсивность. Дожди идут ночью и утром. Небо, конечно, по-прежнему плауди. Плауди – это тучи. Вот. Я по-прежнему с зонтиком. Еще у меня сгорел кондиционер. Так, там собака лежит, не буду ее пугать. Когда в этом подъезде есть собака, она распугивает местных голубей, и они не так сильно загаживают подвал. Вот. Поэтому собаку я не гоняю, да и жалко ее. Раз она здесь прячется, значит... Вот. Ну, на первом этаже, как вы видите. Ну, тут все усунила кумара так. Ну, вот. Вот такое вот говнище. Ну, индийцы. Индийцы. Куда идем мы с пятачком? Куда идем мы с пятачком? Не знаю я, куда мы идем. Куда-нибудь. По отелю давно не ходила. Надо прогуляться. Скоро выгонят. Напоследок надо пройтись. Вот. У меня сейчас знакомая вентилирует вопрос с адвокатом из Британии. Как мне взыскать материальный и моральный ущерб Сунила Кумара путем ареста его недвижимости в Великобритании? Я не знаю, что у меня из этого получится. Но очень надо. То есть ситуация безвыходная. Нужно где-то жить. Нужно делать документы. Так как документы мне не дают, их надо покупать. А на это нужно деньги. В общем, единственный вариант это арест недвижимости в Великобритании. Я еще думаю, что надо взыскивать деньги с Ларисой Зейферт из Германии. Там тысяча долларов, но с процентами там больше должно получиться. Нет, ну конечно, с Ларисой шанс взыскать долги у меня почти нет. Ну не догоню, так согреешь, да? То есть как бы не взыщу, так хотя бы немецкое правительство, проинформировая о ее подвигах. Как там говорят? Как я Витку учила? Не парься. Не посадим, так разорим. Не посадим, так разорим. Здесь у него уже все арестовано. Все вот эти виллы, это все арестовано. То есть он сейчас индийцам пытается продать по второму кругу. У него же есть привычка уже проданные участки земли и дома продавать по второму кругу. То есть сейчас он, то, что он когда-то продал иностранцам, сейчас он это же самое продает индийцам. Он продал когда-то это иностранцам, взял деньги, на эти деньги построил дома. Цветуёчек. Надо землю набрать. Я от ананаса верхушку посадила в воду. Она дала у меня корни. Если я её в ближайшее время в землю не пересажу, она у меня сдохнет. О! Вот сюда с баночкой приду. Вот тут вот есть грязище. Вот эту грязищу надо и собрать. Ага, и там есть грязище. Просто в остальных местах, не у реки, всё, что можно было смыть, смыло. Остались одни камни. То есть на самом деле сейчас найти землю не так-то легко, потому что во время сезона дождей вода смывает всё. смывает всё, что может иметь какое-то питательное свойство, а всё остаются только камни. Включу подальше. 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 Продолжение следует...